Для спорта нет преград. Ежедневно свои безграничные возможности демонстрируют воспитанники клубов «Умка» и «Движение жизни». Да, их каждый шаг стоит нечеловеческих усилий. Но они не утратили волю к жизни. У этих детей-взрослых есть чему поучиться. Мы ездили на городские соревнования. Мы ездим с нашим тренером и нам очень нравится. Я занимаю многие награды. Я из Устьян, но я перевелся в Котловскую организацию инвалидов по причине, чтобы повысить свой уровень, повысить посильнее, технику отработать. Возможность вести активный образ жизни и заниматься спортом котловским инвалидам дал Алексей Бабошин. Он сам с детства мечтал стать спортсменом. Но тогда об этом даже речи не шло. Сегодня Алексей воплотил в жизнь не только свою мечту. Мечта моя – заниматься теннисом. Я хочу выигрывать всегда клубки и первые места. Я взял на себя такую ответственность, потому что понимал, что кто кроме нас этим будет заниматься. На самом деле, подобный должен помогать подобному, потому что он знает и чувствует эти проблемы на себе. До 2012 года тренироваться в Котлосе могли только взрослые инвалиды. С открытием инклюзивного клуба «Умка» такая возможность появилась и у детей. Они занимаются адаптивным плаванием, лыжными гонками, бадминтоном, играют в боулинг и шахматы. Пожалуй, самые популярные – занятия по теннису. Кстати, в нем наши инваспортсмены показывают отличные результаты. Например, в этом году один из воспитанников Алексея Бабошина получил звание кандидата в мастера спорта. Неудивительно, ведь его тренер Алексей – сам мастер спорта, член резервного состава сборной России. Алексей Геннадьевич меня учит правильно держать ракетку и мяч отбивать. Я пришел на стальный теннис в 10 лет. Тренер – хороший, добрый, справедливый. Я не только тренер детей-инвалидов с поражением опорного медицинского аппарата. Я стараюсь как можно больше спектра хватить, потому что запрос большой. И приводите, вот видите, сами уже и колясочники появляются, детишки, и взрослые колясочники начинают приходить ко мне в секцию. Одному сложно. Конечно, нужна система развития вот этого адаптивного спорта. И моя мечта – это создание спортивно-адаптивной школы на территории города, чтобы любой ребенок-инвалид или любой ребенок и взрослый с ограниченными возможностями, чтобы он мог иметь возможность выбрать для себя что-то – шашки, шахматы, плавание, лыжи по своим способностям. Потому что для здоровых детей все это доступно, к сожалению, для инвалидов это недоступно. В идеале адаптивная школа могла бы разместиться на базе спортивной, но только наличие площадки для занятий проблему не решит. Нужны ставки для тренеров. Хотя в инваспорт они идут неохотно. Может потому, что к особым спортсменам нужен особый подход. А за этим стоит не только слаженная техника, но и большое сердце. Елена Кермич, Александр Гаврилова, Олег Сивачек. Кот-Ньюс. Продолжение следует...